Привет! Хочу поздравить вас с Новым Годом! Желаю, чтобы в этом году все ваши мечты сбывались. А я, в свою очередь, хочу начать новую серию распаковок. Это будет первое видео в этом году. Первое видео с моими покупками с Алиэкспресс. Надеюсь, оно вам понравится. Поэтому давайте начинать! Первая посылка в сегодняшнем видео это блузка от бренда Mischel. Данная блузка представлена в магазине в трех размерах, полностью из кружева, есть подкладка везде, кроме рукавов. И, кстати, за счет этого рукава у нас получаются такие прозрачные. А блузка в целом получается, что не просвечивает, то есть вашего нижнего белья не видно. Все края красиво обработаны кружевом и вообще сделана она очень качественно. Да и в целом само кружево, из которого выполнена блузка, очень красивая, по составу это 72,6% полиэстер и 27,4% хлопок. Состав подкладки 95,8% полиэстер и 4,2% спандекс. Кстати, подкладка, как вы видите, не пришита с нижней части, то есть получается как внутренняя такая жилетка под блузкой. Еще хочу отметить длину, она не укороченная, но в целом не слишком длинная, то есть можно и на выпуск носить. И если вы хотите заправить, то можно прям подзаправить совсем чуть-чуть, то есть не образуется огромное количество складок у вас под брюками или юбкой. Ну и на видео, кстати, видно сейчас, насколько прозрачный рукав. А блузка у меня в размере L, села она на меня замечательно. А в следующей посылке зубная щетка и зубная щетка от бренда NANDME. Это ультразвуковая электрическая щетка NX-7000 и в комплекте у меня идет аж 12 сменных насадок. Кстати, эта зубная щетка еще и водонепроницаемая, то есть можно спокойно чистить зубы в душе, если вы это любите. У этой зубной щетки встроенный аккумулятор, в комплекте идет шнур для зарядки и щетка может работать 365 дней без подзарядки, если чистить зубы 2 раза в день. Еще один плюс, у зубной щетки есть 2-х минутный таймер. Зубная щетка выглядит стильно, очень комфортно держать ее в руке. И давайте уже перейдем, наверное, к самому важному, это функция. Здесь у нас 5 режимов, это для чувствительных зубов, чистка, отбеливание, полировка и массаж. И каждый из этих 5 режимов можно еще отрегулировать по интенсивности. Режимов интенсивности здесь 3 и переключаются они с помощью маленькой круглой кнопки. Вообще здесь все достаточно просто. Но даже если, например, интуитивно разобраться не получается, то здесь в помощь придет инструкция на русском языке. Не забывайте, что этот канал у меня не единственный, и меня можно найти и в других соцсетях, например, в Телеграме. Вот, ссылочка будет в инфобоксе. И там я публикую подборки новинки, промокоды, акции, короче, все, что нужно для выгодного шопинга. А еще у меня есть группа ВКонтакте, ссылочка тоже будет в инфобоксе. Ну и, конечно же, в других соцсетях меня можно найти под ником Лера в моде. А от этой посылки я, если честно, немного чего ждала, потому что это платье, которое я купила за 700 рублей. Платье с бахромой и достаточно длинной. Данная модель у продавца представлена в двух цветах и в трех размерах. Еще здесь есть асимметричная линия подола, то есть она немножко под углом идет, но не сильно заметна. Состав материала это 92% полиэстер и 8% спандекс. Материал средней плотности, хорошо тянется. У меня черное платье, оно не просвечивает, но в белом цвете, я думаю, на 200% будет просвечивать. Такое платье хорошо сядет, наверное, на идеальную фигуру, потому что подчеркивает любую неровность. И даже нижнее белье здесь нужно выбирать аккуратно. Если придираться, то на подоле неровный шов, возможно, это из-за того, что пришивалась бахрома. У глаза в жизни это абсолютно не бросается, только на видео и на крупных кадрах с ярким светом. У меня платье в размере L, и этот размер на большие бедра, к сожалению, не подойдет, потому что лента с бахромой не тянется. А в следующей посылке у нас обувь, и это ботфорты. Данные ботфорты у продавца представлены в двух цветах. В черном, как у меня еще есть вариант, коричневых. И также с плюшем и без. У меня вариант с плюшем. Вообще, вот такую обувь с плюшем я ношу зимой, когда, например, не слишком длинные прогулки или не очень сильные морозы. А для городской жизни вот такой вот слегка утепленной обуви на зиму вполне хватает. Кстати, как вариант, можно утеплить еще дополнительной стелькой. Данные ботфорты у продавца представлены в десяти размерах. Продавец утверждает, что это натуральная кожа, но натуральная кожа только в нижней части. Верхняя часть это кожзам. Но материал мягкий, очень приятный. Неудивительно, плюш все-таки внутри. Нога у меня, кстати, не худенькая, но ботфорты сели хорошо. И хочу еще отметить отдельно очень удобный каблук. Очень удобный каблук. При желании, кстати, ботфорты можно спустить вниз гармошкой. Таким образом получатся сапоги. У меня ботфорты в девятом размере, отлично подошли на стопу 24,7 и есть небольшой запас из-за длинного узкого носа. А сейчас у нас распаковка украшений и в посылке сразу четыре пара сережек. Первые серьги из гнутого металла. С лицевой стороны они матовые, выглядят очень стильно. У продавца есть эти серьги в разных размерах и в разных цветах, получается еще в цвете под золото. У меня тот вариант, что покрупнее. Следующие серьги с черными стразами и здесь металл под золото. Все стразы аккуратно и надежно закреплены в лапках. Выглядят они, конечно, эффектно, особенно если у вас какая-то темная одежда, то есть с ней будет очень хорошо смотреться. К данным серьгам у продавца еще есть колье. Это для тех, кто любит комплекты. А следующие серьги это серьги-кисточки. Кстати, предыдущие тоже можно кисточками назвать. Эти очень легкие. У меня с декором в виде квадратика, но есть еще с сердечком. И также они представлены в двух цветах под золото и под серебро. Ну и как ни странно, следующие серьги это тоже серьги-кисточки. Но здесь они уже очень-очень длинные. И здесь еще добавлен декор под джемчуг. Тоже очень-очень легкие, представлены в двух цветах. И, кстати, на всех сережках, которые я сегодня показывала, на гвоздиках стоит 925-я проба. Возможно, это только напыление, но в любом случае на такие гвоздики уши всегда хорошо реагируют. Следующая распаковка для тех, кому надоели обычные шапки Бини. Эти супер универсальные. Хочется чего-то новенького, необычного. Это чепчик. Кто не знает, сейчас они очень актуальны. И я, честно, давно искала на Али что-то вменяемое. И вот, честно вам говорю, нашла очень хороший вариант с фотографиями. 100% совпадение. У продавца данный чепчик представлен в 8 цветах. И указано, что подходит на голову размер 54-60. Материал очень приятный, пушистый. Состава на изделии нет. В характеристиках продавец указывает, что это хлопок плюс вискоза. Но в любом случае, выполнены они качественно. У меня, кстати, немаленькая голова, но чепчик сел достаточно свободно. И в целом, вообще, я довольна. А в следующей посылке у нас находится сумка. И замечательно, что она пришла в коробке. По крайней мере, так надежнее. Сумка в ретро-стиле. Данная модель у продавца представлена в 4 цветах и в 2 размерах. У меня, кстати, размер побольше М. Сумка держит форму. Здесь у нас 2 отделения, оба на молнии. И еще идет тонкий ремешок в комплекте, который можно регулировать по длине. Впервые вижу такой механизм застежки. Напоминает, если честно, прищепку. И хочу отметить, что вся фурнитура ярко-желтая. А застежка выполнена под цвет сумки. Но, по крайней мере, в большинстве цветов. И продавец утверждает, что материал здесь натуральная кожа. Сумка достаточно вместительная. Ну и здесь можно отметить, что есть и молнии, и еще дополнительная застежка. То есть, для тех, кто не любит открытые сумки, хороший вариант. Я, кстати, только во время монтажа заметила, что я забыла завязать узелок на ручке. Вы это заметили или нет? А в следующей посылке необычный трикотажный костюм. Почему я говорю необычный? Ну, потому что у него слегка непривычный крой. Данный костюм представлен в пяти цветах и в едином размере. Я заказала в сером, но там есть и яркие цветные варианты. Состава на изделии нет, но продавец указывает в характеристиках, что это хлопок плюс вискоза. Этот трикотажный костюм, конечно же, не на морозы. Весна, осень, ну или в зимний период можно использовать как домашнюю одежду. У брюк комфортная широкая резинка, которая хорошо тянется. И такая средняя длина в целом комфортная. В чем же заключается необычность костюма? Это в пулловере. Он здесь асимметричный. Ткань даже расположена в разных направлениях. Но это можно увидеть на близких кадрах. Или, кстати, вот на фотографиях продавца тоже хорошо заметно. Также здесь асимметричный низ и рукав летучая мышь. Костюм по размеру мне подошел. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте радовать меня лайками и комментариями. А не забывайте подписываться на канал, если вам понравилось это видео, чтобы не пропустить другие. Потому что распаковок будет много в этом году. Ну а сейчас, пока-пока, до новых встреч. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok